Смартфон Sony Xperia Z3 избавился от недочетов и шероховатостей, которые раздражали в мощном, но грубоватом предшественнике Xperia Z2. Смартфон представляет собой моноблок, состоящий из двух пластин стекла и металлической рамки, которая проходит по всему боковому периметру корпуса. Поверхность металла матовая и немного шершавая, поэтому смартфон отлично удерживается в руках. Металлическая рамка стала полностью обтекаемой. На смену плоским и острым граням пришли закругленные боковины. Уголки рамки выполнены из поликарбонатного материала, пластик на вид неотличим от металла самой рамки. Смартфон стал тоньше, а его масса была доведена до комфортной. Это позитивно сказалось на общем восприятии устройства. На передней панели над экраном находится решетка вызывного стереодинамика, глазок светодиода и фронтальная камера. Под экраном решетка второго стереодинамика. Под экраном нет сенсорных кнопок. Управление осуществляется с помощью виртуальных клавиш на экране. На тыльной поверхности располагается окошко основной камеры и односекционная вспышка. Переднее и заднее стекла устойчивы к появлению царапин и больше не имеют заводской защитной пленки. На правой грани находится кнопка питания, качелька регулировки громкости, аппаратная клавиша управления камерой, а также разъемы для карты NanoSIM и карты памяти microSD, прикрытая заглушкой. Все клавиши крупные, легко нащупываются вслепую и имеют отчетливый пружинистый ход. На левой грани находится разъем microUSB, прикрытый крышкой, разъем для стыковки с док-станции и отверстие для ремешка. На верхней грани располагается разъем для подключения проводной гарнитуры. Смартфон защищен от попадания внутрь влаги и пыли. Диагональ экрана, по технологии IPS, равна 5,2 дюйма, а разрешение – 1920х1080 пикселей. Рамки вокруг экрана очень узкие. К достоинствам экрана относятся эффективное олеофобное покрытие, широкий диапазон регулировки яркости и отличные антибликовые свойства. К недостаткам – сильное высветление черного цвета при отклонении взгляда от перпендикуляра к поверхности экрана, агрессивная динамическая подстройка яркости и отвратительный цветовой баланс. Xperia Z3 звучит значительно громче и качественнее, чем предшественники. Звук остается чистым на максимальном уровне громкости, низких частот хватает. Фронтальная камера смартфона имеет разрешение 2,2 мегапикселя, а тыловая – 20,7 мегапикселя. Помимо автоматического и ручного режимов, у камеры есть несколько дополнительных режимов съемки с возможностью подставлять контекстную информацию к объекту в кадре, загружать отснятые материалы сразу в социальные сети или совмещать снимки с объектами дополненной реальности. Камера может снимать видео в разрешении 4К и в разрешении 1080p со скоростью 60 кадров в секунду. Программная обработка у камеры не самая плохая, но на снимках заметны следы шарпинга и лесенки на ровных линиях. Шумодав работает беспорядочно и грубо. Не очень хорошо справляется с тенями, а также портит средние и дальние планы. Все проблемы камеры упираются в несовершенную программную часть, а физические параметры достойные. Даже сейчас камера подойдет для различных сюжетов. Xperia Z3 работает в современных сетях 2G и 3G, а также поддерживает сети четвертого поколения LTE. Смартфон работает под управлением Android версии 4.4.4 и оснащен фирменным интерфейсом. Внутренние устройства оболочки, меню и всплывающие подменю остались неизменными. Зато все элементы на экране и иконки приложения стали гораздо крупнее и четче, а также увеличились шрифты. Sony Xperia Z3 поддерживает функцию Remote Play и работает в связке с консолью PlayStation 4. Смартфон оснащен однокристальной системой с четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 801 с частотой 2,5 ГГц, 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ флеш-памяти. Это один из самых производительных смартфонов на сегодняшний день. Несъемный аккумулятор емкостью 3100 мАч обеспечивает до 10 часов автономной работы в режиме просмотра видео и до 5 часов в режиме 3D игр. Sony Xperia Z3 может похвастаться стильным дизайном, максимальной на сегодняшний день аппаратной производительностью, мощной батареей и добротным качеством звучания. Хотя большинство изменений носят косметический характер, это не мешает новинке от Sony оставаться привлекательной. Другие производители также не предлагают ничего революционного. Субтитры создавал DimaTorzok